Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень вкусную и очень простую запеканку, которая будет как и прекрасным праздничным блюдом и будет прекрасным сытным ужином на всю семью. Готовится очень просто. Я отварила до полуготовности, даже практически до готовности, где-то с полкило макарошек. Макарошки у меня здесь перья, вы видите. Получилось их довольно много. Режу сюда хороший такой огромный пучок, здесь у меня петруха и укроп. Очень вкусно, очень по-весеннему. И для того, чтобы наша запеканка внутри была не сухая, добавляю сюда майонез. Можно добавить жирной сметаны, где-то 3 хороших столовых ложки. И 2 яйца. Это для того, чтобы наша запеканка с вами не разваливалась, когда она будет нарезаться. Чуть-чуть присолим. Можно добавить немножечко перчика, но не нужно. У нас перчик будет в начинке, поэтому я сюда уже перчик никакой не добавляю. Хорошенечко перемешали. И сейчас пока месь отставлю, пока пожарю грибочки. Начинку можно выбрать любую, но у меня здесь будут грибочки. Грибочки, шампиньоны, их нужно порезать не сильно тонкими слайсиками и поджарить хорошенько. Режу на слайсы. И также нам понадобится сюда еще довольно крупная луковица. Если вы равнодушны к луку, то можете нарезать хоть полукольцами. Здесь уже не принципиально. Я нарезаю мелкими квадратиками. Пассирую лук. Я бы сказала, не совсем до прозрачности, а чуть больше. Для того, чтобы именно была такая привкус совершенно другой у лука появляется. Чтобы чуть-чуть появлялась такая карамельная корочка на луке. Включаю огонь посильнее и выкладываю сюда грибы. Грибов у меня здесь где-то 350-400 грамм. Но если честно, можно было взять побольше и сделать 2 прослойки грибов. Но это уже смотрите по вашему вкусу и тому, как вы любите. Можно сделать, допустим, с курицей абсолютно. После того, как грибы пустили сок, я их присаливаю и добавляю сюда специи, какие мне нравятся. Буду добавлять вот такую приправу для грибов. Она очень прекрасно просто подходит именно для жареных грибов. Мне очень нравится. И добавляю еще немножечко перчика. Дожидаюсь, пока у меня практически выкипит вся вот эта жидкость после грибов. И добавляю сюда еще зубчик чеснока измельченный. Хорошенечко перемешиваю и буквально еще пару минут поджарю, для того, чтобы появилась именно румяная корочка. Также буду использовать сюда любой твердый сыр, который хорошо плавится. Здесь вообще не принципиально. Российский, голландский, здесь вообще абсолютно не важно. Выкладываю форму. Форма у меня застелена пергаментом. Можно просто смазать ее маслом и присыпать мукой, если вам не жалко резать потом в форме. Но мне для того, чтобы красиво достать эту запеканку, взяла именно разъемную форму и застелила пергаментом. Высыпала половину макарон. Пересыпала их половиной сыра твердого. И выкладываю вторую часть макарон. И буду выкладывать сюда уже грибы. Грибы можно было, допустим, положить еще посрединке под сыром. То есть макароны, грибы, сыр, макароны, грибы, сыр. Вот так вот сделать. Тоже будет очень красиво в разрезе. Приглаживаю и выкладываю свои грибочки. Весь соус грибочков сюда тоже выкладываю. У нас прекрасно проароматизированное такое там масло с чесночком. Поэтому оно только добавит вкуса нашим макарошкам. Хочу сказать, что эти макарошки, даже эта запеканка прекрасно переживает заморозку. Мы сделали огромную такую вот у меня здесь на 24 сантиметра форму. И не смогли осилить, и уже на второй день не хотели есть, допустим, эту запеканку. Я пару кусочков просто положила в морозилку. И через 2 недели, когда мне было в Леньке что-то готовить, я ее достала. И она великолепная, просто ничего не поменялось во вкусе. Отправляю нашу запеканку на 170 градусов в духовку до красивой румяной корочки. Это где-то минут 40, наверное, где-то вот так вот это было. Дайте ей немножечко остыть, для того, чтобы она стабилизировалась. И потом она будет прекрасно резаться. Очень-очень вкусная, очень просто и очень быстро. Достаточно на всю семью. Обязательно попробуйте такой рецепт. Я уверена, вам понравится. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!